Всем привет! Сегодня суббота. Катюша к нам на выходные приехала и уже сегодня выложила на своем канале видео. Я захожу на ее канал и вижу, что у нее 301 тысяча подписчиков. Мы прозевали, когда у нее стукнуло 300. Хочу сказать вам всем большое спасибо, что подписываетесь на нее, на Настю, поддерживаете все наши каналы. Мы это очень ценим, нам это очень приятно. Батон уже празднует с шариком. Главное, чтобы он не лопнул. Мне сейчас как никогда сильно хочется, чтобы Катя вела свой канал, потому что мне очень интересно, что же у них там с Алисой происходит в Киеве, как они живут. И каждый ее влог это для меня очень-очень важно, скажем так, потому что я как будто побывала у нее в гостях. Поехать в Киев это долго, это сложно, а вот так посмотрел влог и как будто бы побыл там вместе с ними. Для тех, кто может быть не знает Катин и Настин канал, я вам оставлю ссылочку в описании, а также ссылочку на новое Катина видео. Ну а я сегодня утром, пока Костя поехал с Алисой в парк, решила попробовать снять для Алиски видео. Я взяла ее игрушку развивающую, яйца динозавров, и сняла просто про них видео. Выложила ей на канал, тоже вам ссылочку оставлю в описании, если интересно. И когда они вернулись из парка, я ей включила, чтобы она посмотрела. Кто это? Это яйца динозавров? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто? Кто-кто-кто? Десять. Кто там? Один. Давайте откроем. Кто же там? Один динозавр. Ух ты, салатовый динозавр. Салатовый динозавр в салатовом яйце. Один. Тук-тук-тук. Кто там? Два динозавра. Два. Кто же в этом яйце? Тук-тук-тук-тук. Есть там кто-то? Тук-тук. Ку-ку. Ку-ку-ку. Давайте его откроем. Открываем яйцо. О, три динозавра. Давайте посчитаем. Один, два, три. Три голубых динозавра. Цифра три. Один, два, три. Ку-ку-ку. Ку-ку-ку, она смотрит. Ей нравится. Что-то, ты нареком? Да. Четыре, пять, семь, восемь, девять. Девять, два, один, два, три. Все-таки у меня нудно получилось. Долго Алиса это не смотрела. Посчитала несколько раз вместе со мной там. Девять. А то мне надоело. Девять динозавров. Ого. Много. Ого. Динозавров много. Динозавр один. Динозавров много. Много. Алис, смотри. Два динозавров. Сейчас интересно. Один, два, два. Динозавров много. Много динозавров. Много. Три стройка. Три динозавра. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Где семь, Алис? Семь. Семь динозавров пришло на прогулку. Где желтые динозавры? Где желтые? Желтый. И я желтый. Желтый. Один, два. Два желтых динозавров. А теперь пришло много динозавров. Смотри, много-много. Алис, смотри, много гуляли, гуляли. И сколько же их осталось? Давай считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь динозавров осталось гулять. А сколько синих? О, сколько синих. Кто из вас синий? Я синий. Я синий динозавр. Синий. Хорошо. Один синий динозавр. Еще есть? Да, я синий динозавр. Два синих динозавр. Один, два. А еще есть синий динозавр. Смотри, есть еще синий? Я синий динозавр. Самый синий. Дашенька с Алисой рисуют. Сегодня Дашенька у нас и ночевала. Я сама её попросила остаться, потому что Надя с Костей они уехали на раскопки очередные. А Даша не сильно хотела ехать. Да и только переболела. Надя тоже говорит, что в принципе Редлено, если она тебе не будет мешать, то ладно, пусть остаётся. Потому что действительно только переболела. И вот это ехать на холод на весь день. Но по сути инициатива была моя. Я очень люблю свою племяшку. И она очень любит Алиску. Вот поэтому нам вместе всем хорошо. И я хотела вас попросить не писать Наде там всякие гадости по поводу того, что Даша нам надоедает. Абсолютно никому она не надоедает. И наоборот нам с ней даже лучше и веселее. Вот. Так что не пишите такого, пожалуйста. Нам всем очень обидно такие вещи читать. Какие красивые картины. Класс. Голубой цвет такой красивый. Что, и гневом что-нибудь подрисовать, да? Давай я вам звёздочку нарисую и пойду в душ. О, всё. Держи. Настя опять включила телевизор, смотрит мультик. Теперь ему в кино не надо ходить, Кость. А Костя собирается на мотоцикле, как видите, опять. Последние тёплые деньки. Сюда вообще не дождя, солнце сухо. Кому что. Я помню. Давай, удачи. Позванивай, хорошо? Не забывай. На Настю, наверное, позвони. Не забывай. Ой, пенсии поёт. Это кто тут нарисован? Кто рисовал? Я не знаю. Даша, это ты? Дядя Костя. Настя рисовала себя, что ли? Идёте гулять? Да, мы идём. Да. Пока хорошая погода, надо ловить. Отдай. 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 А вот и Катя вернулась. Я тут предлагаю... Все пишут, не клеить потом. Она когтики. Да? А я вот предлагаю нам сегодня в боулинг поехать. У нас с дня рождения, когда мы были на Костином, осталось много бонусов. Мы можем бесплатно играть в боулинг, бесплатно есть там пиццу, причём не один раз. То что, поедем, нет? Да. Настя? Да, да. Да? Тогда ждём, папа накатается на мотоцикле. Я не понимаю, что с батоном опять делать. Ну, ты можешь взять его с собой, но закрывать ту комнату с диваном, и всё, да. Только на 100% закрывать, чтобы Алиса закрывала. Ну, да. А Алиса своему наделает, она услышала у тебя пройти накладочки? Или я его тоже хотела? Это вообще я. Я покупала их в леопорде, она меня попросила. Я их купила, она их приклеила. Серьёзно? А где она прочитала, что это нормально? В интернете. Капец. Да нет, я бы так не делала. Или медицинским клеем? Не только медицинским, там или тем, которые люди себе клеят, или там есть специальные для этих коботочков. Ну, я не знаю. Теперь только ждать, пока отрастут когти. Ой, Настя, подожди, а не холодно так будет? Нет. Она же в шапочке соломенной, ничего? Ну, ладно, будет холодно, зайдёте. Просто утром в шапки ездила, в парк. Куртки. Я, короче, нашла себе ковёр с картины Ван Гога на Алиэкспрессе. Так, и сколько он стоит? Тысячу. Это не ковёр, это кто знашёл. Это плед так может стоить. И плед тоже нашёл. Лучше не надо на Алиэкспрессе такие вещи покупать. Ты пойми, ковёр хороший, он очень дорого стоит. Да мне не нужен хороший. Ну, действительно, будем дышать химией какой-то, да? Ты смотри. Выглядит, да, прикольно. Ну, я не представляю, из чего может быть ковёр за такую сумму? Да ничего, мы покупать постираем. Противоскользящий кухонный ковёр. Может, это какой-то вот такой, что типа, как резиновый, знаешь, дешевые коврики. Он может вонять страшно. Да не будет он вонять. Кать, ты уже заказывала одежду по интернету и меня не слышала. Хорошее качество и красиво. Манюнь, скажи ей. Скажи ей за ковёр, скажи, нельзя такое заказывать? Да, ну это тот, кто написали. Хорошее качество и красиво. То, наверное, они сами и написали, те, кто продают. Ток-ток. Да. Ох, на тебе солнце. Тебе так не жарко? Нет. Ты в боулинг хочешь? Нет. Нет? У нас просто куча бонусов. Мы думаем, можно поехать поиграть, пиццу поесть. Я поеду за копанием всегда. О, наши гуляют. Ого. Катюха кинула мячик. Ничего себе. Покидай ты, чтобы собрать. Катюха кинула мячик. Катюха кинула мячик. Ничего себе. Ой, не scientist. Олесь, побежали за Даши. Да, Дашей. Вы что, вы учите Алиску в догонялки играть? Да. Алис, ты куда? Алиечка, она меня ищет. Алис, смотри, вверху. Алисенька, я наверху в окошке. Привет. Привет, котенкин. Гуляете, да? Не холодно? Тебе не холодно, не? Привет, привет. Слушай, а большой батут уже убрали, да? А мы тормозим, свой никак не сложим. Уже действительно не по погоде. Лисенкин. Ку-ку. Ко мне подпрыгивает. Смотри, стрелесть собралась. Человек-паук. Человек-паук. Слишком высоко лезть нужно. До второго этажа. Максимум. Ой, не урони только, пожалуйста. Гуляйте, Алисенька. Никуда мама не денется. Гуляй. Ой, ты возьми его, мама. Все, мы к вам. Хорошая погода, действительно. Тебе не жарко тогда, что ли? А кто-нибудь знает, во сколько Надя возвращается? Вечером должна. А, аж вечером. Какая хорошая погода, она пропускает. Не, ну она тоже сейчас на воздухе, но все равно можно и во дворе подурачиться. Она только в лесу. Сейчас папа слезет с мотоцикла, надо ему попросить сложить, наверное, и наш батут. Ну, он на мотоцикле же ездит. А, а что так долго? Не знаю, мне каждый 10 минут звонит, говорит, что все нормально. Хорошо. Нравится ему. Ладно, гуляйте. Смотри, у него заколочка спала за колеей, Катюша. Давай сюда заколочку. Мне кажется, что Алиса может замерзнуть. Попробуй и ручки. Просто этот костюмчик вообще летний. Нет, не хорошо. И нос не холодный? Нет. Катюш, лестницу упри. Нет, нос у него даже теплый. Алис, ты прыгать пойдешь? Давай, а то батут мы сегодня свернем. Ой, Аса. Да, уже пора. Вот так, давай, прыг-прыг и до мамы допрыгнешь. Давай, допрыгнешь до мамы? Да, вот так. Вот так, прыг-прыг. Я тоже хочу. Да, давай, только аккуратно. Мама разрешает уже прыгать? Ну, так, да. Аккуратненько, да? Да. Да? Так, да? Да? Серьезно, да? Может, если такая хорошая погода, еще не убирать сегодня оба тут. Если прыгать, то, конечно, так стоит. Ну, да. Обычно они не прыгали. Алиса вообще не помнит, когда последний раз прыгала. А сейчас залезла. Потому что еще 20 градусов обращает. Да? А когда будет 20 градусов? Ну, через пару дней. А Настя где? Чего она не с вами? Она там, да. К еноту пошла? Нет. Пойду посмотрю, что Настя делает. Лимушка спит. Ты чем занимаешься? Убиралась. Уборка? А что ты не гуляешь на воздух? Ну, мы погуляли, потом вернулись. А Алиса через 2 минуты опять захотелось. Не пошла качать. А ты не хочешь? На воздух. Знаете, что Настя смотрит? Спирит, любимый мультик ее детства. Она вот лошадей, наверное, с этого мультика и начала обожать. Дядя Костя, а я выйду вот сюда, просто на что-то нажала. Алисочка, и как погуляла? Ты с черепахой пришла, да? Черепаха. Черепаха какая хорошая. Давай ее дома оставим, да? Хочешь? Хорошенькая. Бузя так гладит, как будто она живая. Все, наш байкер вернулся, уже выкупался. Как впечатления, ощущения? Хорошо. Сначала что-то туго было, а потом нормально развлекался. Да? Все хорошо. Накатался, все? А? Накатался? Нет. Разве это возможно? О, боже мой. Понятно. Все, это тяжелый случай. Переживать мне и переживать еще. Да ладно, он сейчас уже более опытный. В общем, мы с Катей пришли к выводу, что ковер она все-таки закажет, потому что он маленький по размеру, такой, как наш телевизор. И тогда он, конечно же, может стоить и мало. А она говорит, ей такого хватит. У меня же комната маленькая, поэтому мне большой не нужен. Ну да. Смотри, люди заказывали себе. О, так он большой здесь. Да, маленький он. У меня был в телек. Ну что, на этом влог буду заканчивать. Будем мы собираться в боулинг играть. Отпразднуем, так сказать, Кати на 300 тысяч. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok